ДАРК СОУС 3 Смена небольшая кодировщика, и мне просто без рендера не склеить 2 видео вместе, поэтому пришлось про лоскутика сделать видео отдельным, ну плюс вырезал лишнюю беготню, дабы серия не была на час, ну кому интересно смотреть, как я бегаю по одним и тем же местам, да никому. Поэтому, собственно, очередной... О, он вернулся, только что оттуда съебывался вот этот вот в шапочке. Я вернулся назад в клавку дьяволов, дело в том, что многим очень интересно, что же было в этом тупичке, где написано, что сюда лучше не ходить, потому что пизделей наваляют. Вот, боюсь нарваться на спойлер, хочу посмотреть сам, поэтому... Поэтому вперед северный флот, так жучка надо оприходовать. Нет, жучок это заманушечка на самом деле. Жучок тебя ведет к своему хозяину, видимо. Было бы прикольно, если бы здесь вылез такой жук большой, как кристальный. Нет, смотрите, там... Вот этого типа раньше тут не было, кстати. Вот этого. Смотрите-ка, он теперь тут стоит. А было пусто. Гораций молчаливый. Я-то думал, тут что-то крутое. А тут... Гораций. На, Гораций, ёпта. Агребаций ты сейчас будешь, сука. Агребаций, блядь, блоксивый. Бэкстаб еще, сука, не прошло, как обычно. Блядь, за хуярить. Я знаю, что в ПВП, бля, мастер, сука, и не таких, как ты, обламывал. Собственно, через щит можно огненным ничем добить и не париться. Ничего не вижу сложного в этом Горации. А вот и щит Левелина, который я так часто поминал, добрым словом, в этой игре. Ну, частенько я про него говорил, что вот это Левелина. Или какой там каменный щит. Щит Левелина физическую стойкость здесь поменял, потерял просто нахрен. Он был примечателен тем, что щит Левелина, насколько я помню, был каменный. И давал практически стопроцентную физуху. Вот он, во-первых, вот так вот выглядел. И он очень мало весил. Это был единственный стопроцентно защитный щит, который не весил практически ни хрена. Кто говорит, что вот этот щит, кстати, не стопроцентную физику дает, или вот этот, те... Ни хрена не понимают, куда смотреть, видимо. Меня за этим щитом убили не потому, что у него нету 100 физики, а потому что у мечей этих уебков какие-то доп-эффекты есть. Да, весят щиты, конечно, здесь просто я манал и плакал, это жесть. О, паучий щит-то, кстати, 80 физухи дает. А мой зато 90 дает. И мой зато восстанавливает мне эту самую стамину. Короче, мой щит... Короче, щит Левелина. Что про него тут пишут-то? У него хоть плюшка-то какая-нибудь есть. Созданный известным кузнецом Левелином. Сделан из редкой гисталии. Великолепно поглощает разные типы урона. Наук парирования. Какие разные типы урона? А, магию, огонь, молнию, тьму. Все, кроме молнии, нормально поглощает. Но, слушайте, любой нормальный щит, только вот этот, он деревянный, смотрите, он что, меньше поглощает? Конечно, меньше ее, потому что деревянный. А этот уже весит. Да хрен, да нет, смотрите, вот я этот одеваю. И щит Левелина начинает жутко сосать, а разница по весу всего в единичку. Только у этого 84, у этого 68 защита, но из-за этого можно мечом махать. Бля, щит Левелина просто говно сделали в этой части, жесть. Какой кал. Ах, не вышло. Я так понимаю, что этот типок вот этих тут странничков-то и приложил. Че же они еще-то здесь померли бы? С большими осколками-то титанита в карманах. Прямо пятно крови под этим. Хащий пиздец. Подожди. Пятно крови, блядь, а как лут-то забрать? Вот гандон, а. Пилюли из желтых жуков два. Ну, блядь, это вообще неинтересная фигня тут. Выпала просто жесть. Ладно. Пойдемте. Теперь точно уже в зимний этот городок Санта-Клауса. У меня кукла есть, по мосту пропустят. Погранцы. А тут на входе, помнится, еще надо с собачкой разобраться. Кстати, интересно, откуда она вылезает. Давайте посмотрим. Ну, не сверху. А, блядь, как интересно. Она просто появилась. Это, знаете, похоже на рыб, которые были у этой, у медузы из русалочки. А похоже на какого-то динозавра, блядь. Ну, я говорю, спинозавр. Это поеблупа лучезавр. Как-то, блядь. Молнии выпускозавр? Блядь, за жопу, за жопу кускозавр, пиздец. Да нахуй ты и пошел, блядь. Как ты щит-то пробил, ублюдок? Я что-то вообще в ахуе. Что за говнище, блядь? Щит вообще не остановил. Нихуя, ни, блядь, ни копейки, блядь, урона не остановил, ублюдок. Ну, пиздец, щит, блядь, травяной. Ну, ты охуянин вообще. Блядь, просто вообще щит-щит бога нахер. Сучара, блядь, а ты посмотри, говно собачье. Как не характерно для ДСК, что так неярко появляется эта херня. Обычно они прилетают, выпрыгивают. О, вот это ярко. Вот это красиво. Стоило опиздюлиться. Пиздец. Да иди ты нахуй, ёбища наглая. Вот этот щит, блядь, намного лучше спасает. Может у меня просто стамины там не хватило? Тебе не похоже. Вот сука. Ну, дальности, конечно. Ебать. Блядь, она еще и лапами попадает. Иди в жопу, ублюдина. Сука, одолел. Правый глаз понтифика. Хуяся, а где левый глаз? Надо было назвать кольцо правый глаз Кутузова тогда уж. Увеличивает атаку, пока она продолжается. Усиливает атаку, когда она продолжается. Хуй поймешь, что это как-то понимать, блядь. Но это и это кольца, они походу из одного гарнитура, поэтому как-то из одного комплекта надо носить, наверное, вместе. 15 тысяч душ. 6 у меня было. Сколько, значит, за собаку дали? 9. Ну. Блядь, кто у костра-то подыхает? Я не понимаю, кто эти люди, как они, как они, как они это делают? Дайте я пойду левел качну и пойдем уже в город. Но я думаю, что эта собака-то явно одноразовая. И теперь проход открыт. Ну, выход, выход собаки не понравился. Собака хороша, но ее появление из ниоткуда, ну, это несерьезно. Была маза показать что-то красивое, эффектное, запоминающееся. Как Дарк Соулс это умеет, как прилетала Красная Виверна в первой части, как, я не знаю, там, Каламид как пролетал. Но, как Каменный Дракон в дел свежки пролетал. Но решили, блядь, что-то вот в этой части именно с собакой с этой не запариваться. Просто она, блядь, материализовалась. Я в шоке. Доспех Легиона Нежити. Где-то у меня, по-моему, валяется вот эта Халамидия. Халамидия, не то, наверное, как-то. Ну, же, а как-то. Как она называется? А, похрен, короче, тряпки эти. Халамида, наверное, это. Одежда, а Халамидия, это, наверное. Ну, Хламидиоз это... Хламидиоз, вряд ли это, блядь. Болезнь отсутствия вкуса к стилю в одежде, не правда ли? Ай, блядь. Так, ну что. Теперь у меня есть кукла. Барьер просто... А, вот он появился. Дальность отрисовки поражает воображение. Все. Блядь, костер. Комок заиндивевшего мха. Ну, видимо, комок заиндивевшего мха снимает обморожение, да? Судя по логике. Тут кто-то коноплей аж зарос. И из окна слышен смех. Так, туда мне не попасть сейчас. Это свет внутри или отражение, смотрите. Конечно же. Нет, что-то там видно. Что-то видно, но это... Непрозрачное окно. Может, это стена? Нет, конечно. Может, это стена? Естественно, нет. Даже не сомневался. Так. Отлично. Еще какая-то хренатень. Большая душа. Но, мне кажется, некоторые двери здесь должны открываться. Например, вот эта дверь явно должна... Нет. И даже не с той стороны. Просто нет и все. Это что такое, блядь? Это привет... Привет серебряным рыцарям из конца первой части. Помните где? Там, где Гвин, повелитель пепла. Там эти тени постоянно ходили. А это что такое? Ничего себе ты. В Mortal Kombat не хочешь пойти? Там... Там принцесса Синдал так же плевется. По ноже рыцаря Понтифика. А, это вы рыцаря. Смотрите, в какую элегантную позу лег рыцарь Понтифика. Я считаю, что... Более героической позы... Для смерти рыцаря просто не придумать. И он продолжает еще пытаться закинуть, видимо, ногу на ногу окончательно. Так, по ноже Понтифика. Штаны проповедника. Опа, рыцаря уже рыцаря Понтифика. Вес 4.3. Защита говно. Кто будет их, сука, носить? Я не понимаю. Просто отстой. Наверное, здесь весь остальной сет это просто шикарные шмотки. Конечно же, с этой стороны не открыть. Там какие-то звуки, как будто кто-то блюет и пытается, блядь, разговаривать одновременно. Блядь, захват цели. Мое почтение. Просто отсутствует. Суки, а вам слабо, блядь, по одному подойти за ударом, а? Блядь, все равно попал ты. Смотри. Кули ты тут, блядь, танец свой с саблями устроил, ёпта мать. Да, 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 ёпта. У меня там есть щит защиты от тьмы, кстати говоря. Но он тяжеленный. Я в основном выбираю между травяным и нетравяным. От тьмы 53, 61. А у этого защита вообще, ёпта, я просто плачу. Так, от тьмы 61 у Лавелина. Окей, кто больше? 57. Щит бога войны. Назовут же, ёпта мать. Вот от тьмы. 17 веса, да ебать, колотить. Как он выглядит, хоть дайте мне его надеть. Ну, нормально, я говорю. Щит из души, блядь, преследователя это. По-любому он. Эх, щит бога войны. Деревянный, блядь. Покоцанный термитами щит бога войны. Впереди роскошный вид. На сушеную жопу, да? Большой осколок титанита до сих пор. Кстати говоря, души хранителей клинков можно уже положить на трон. Это получается великая душа, и я просто в афиге. Что босс-то слабенький, а душа типа уже одна из четырёх. Там всего четыре трона. Вот. И одна душа из них у меня уже есть. Значит, что игра не такая уж и длинная. Я думаю, что я уже должен пройти половину. Наверное. Ну, 15 часов налёта у меня уже есть. Ну, плюс я когда отхожу, иногда бывает, не выходя из игры, так что можно, ну, один час откинуть на АФК. Это будет уже 14 часов. Всё равно дофига уже. Цветущая зелена, цвет. Большая душа безымянного рыцаря. А это кто такой? Ничего себе. Ничего себе ты, Альбус Дамблдор. Ничего себе ты. Круче уже. Нихуя ты поджарил мою жопу. Давай, блядь, жарь меня полностью, ёб твою мать. Так. Нахуй. Щит Бога Войны от огня 69. В жопу Бога Войны. Так. Я подойду, блядь, ты будешь нахуй бедный сюда. Мне тебя жалко уже, блядь, я уже рядом. Как он с мобами договорился, блядь, чтобы они ему помогали, а? Обычно же они воюются друг с другом здесь. Это под прикрытием бомжей прям. Прям Рэмбо, блядь, с друзьями-то, да? Хуяси. Кому шашлыков? Можешь, блядь, мою жареную колбаску, блядь, облизать, ублюдок. Чё за хуйня происходит? Я не могу с такой толпой драться, ёб твою мать. Петух, блядь, заебал. Не у магии, а чё, блядь, безграничная, что ли? Куда хочешь, достаём? Везде найду, блядь, и выебу. Отлично, вообще. Блядь, ещё вы, мрази, ссаны, нахуй сдохли быстро, блядь. Вообще пиздец, ну и место, блядь. Нахуй, прошу. Всё, пиздец тебе. Я в этом месте уже бег с ним спасался. Говна кусок, ёб твою мать. Руби его дальше нахер. В капусту его, сука, шинкой. Хуеть, один бой, четыре эстуса. Просто вообще невероятно. Но здесь явно должно быть где-то защита от огня кольцо. У тебя хули оно на самом деле даёт, эта защита от огня кольцо? Говно оно даёт. Да она не даёт, блядь, каких-то охуенных неуязвимостей. Да ладно, ты чё, блядь? Пиздец. А то щиты в этой части точить-то ещё и нельзя, да? Как я понимаю. Бэкстаб как бы, нет? Блядь, пиздец полный, блядь. Он бьёт не по той позиции, где я был, а по текущей, блядь. Говно твою мать. Ебануться. Мне нужен новый ствол. А возможно и новая броня. Блядь. Они, они все, они все мастера лечь, лечь в крутую позу вообще. Так, ну чё с него падает-то? Доспех огненной ведьмы. А, так это огненная ведьма. А это, наверное, ведьма тьмы, да? Ходит, судя по логике. Главное, штаны, блядь, понтифика, а броня, блядь, огненной ведьмы. То есть, похуй, да? Чё, щит я избил, я даже не успел этим воспользоваться. Опасный момент! Гоу. Так, ну что за доспех ведьмы-то? А огненной ведьмы доспех весит, сука, больше. А, весит меньше, брони меньше. Даже, блядь, от огня защиты меньше даёт. Огненная ведьма дура, блядь, если она это носит. Ну, выглядит это не как доспех огненной ведьмы, а как, блядь, броня, нахуй, ебать, копать святого ланселота, ну, серьёзно. Я думаю, это парадный, парадный доспех, в котором рыцарь ходил на блядки. Ну, точно, блядь, не боевая. Слишком уж какой-то белый, красивый. Просто, ёпты, король артас. Король артас носил белое? А, какая разница? Я не уверен, что ланселот носил. Не то, что белое, чистое. Ха, не всегда носил. Так. Куда? Куда теперь налево? Налево, блядь, жук стеклянный сидит. Чувствую, боком не выйдет. Сейчас охота за этим. Нет. Я смог. По одному мерцающему титаниту здесь, смотрю, из жуков падает. Раньше разнообразные точки падали, а теперь... Кто это, блядь, орёт? Вот та баба, что ли? Очень неприятный какой-то шум. Охуеть, натуре, тайная тропа. О, опять-то. Долгие замахи. Танец с саблями снова. Время умирать. Большая осколка стерита. И ничего. Ну, ничего. Это мой любимый лут. Я всегда предпочитаю ничего не выбивать. Бля, вы это слышите вообще? Бля, 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 бля. Бля, 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 бля. Бля, что-то такое, нахуй? Это она, точно она. Издаёт эти звуки, но мне кажется, что она какая-то непростая баба. Что-то с ней, бля, не так. Да всё так. молилась а я просто да мне вот это нравится сми хэдшот жопа в шляпе когти ха вообще прикольно блять стрелы кончаются вот это не прикольно есть стрелы видеть то не мешает в глазах вам что-то в глаз попало по моему это стрела блять заебанка ты дашь мне похиляться то блять нет не знаете ли надо иногда лечиться пиздец у нее здоровье саранча дорис сучка ты дорис ты имя твое что ли дорис ветка белого древа где сама белое древо но видим что дориус не дорис несколько человек тут оприходовала таки судя по пятнам крови некоторым не повезло сегодня ночью так теперь костерчик рядышком тайная тропа оказалась неплохой срезочкой которую хер найдешь если играешь в оффлайне не видишь надписи ну блять а как узнать что там она есть но серьезно хоть хоть как-то намекали бы что ли блять она же вообще ничем не отличается причем впервые я вижу чтобы целый парапет ищет обычно стена а тут целая целая вот эта вот херня я в жизни не догадался что ее ударить надо сука дористо жила а какая в жопу срезка а в чем тут срезка то как наверх подняться блять тайная тропа тайная тайная мандата а не тропа обратите внимание какие они быстрые от нихуя бежишь но тот конечно удар у них вообще на нас тут как будто 10 человек и и окружила начинает по этому поводу поэтому крутится блять не смог я что-то пристроиться под подстава моё пола моё сообщение получила оценку вовремя блять кто-то его оценил ничего не скажешь как это класс то если на жопу закидывает еб твою мать о лут да ладно корона рыцаря понтифика вы у него даже вот это блять фраер даже рыцари в коронах еб твою мать ничего си хочу стать его подданным хуяк ему в яйца был католик стал еврей наручи рыцарь офигеть ничего может блять корона может какая-то классная супер корона супер от мороза вообще ну видно да что в ней ни голова ни уши мерзнуть не должны утепленочка все нормально корона из тех какие носят рыцари понтифика растерзанные духи иритила золотая корона символ тех кто служит непосредственно салливану мохнатый монстр из университета здесь рыцари были его внимательными глазами а если надо то и карающими мечами а если надо а если очень надо то и дырками блять на ночь тоже были да чё привидение ходит если тут живые есть обратите внимание что опять блять гиганты сплошные двухметровые опять герой карлик так здесь это здесь ходит свита целая этих уродцев нет это первые да эти еще в одинокие характерный звук разрезания какой-то в конце смерти от части к части переносят по которому ты определяешь как правило умер твой враг или еще нет так на что можно как-нибудь бомжей то его спровадить и вызвать его на честное кумите просто бомжей там с ним очень много ходит охуеть они тоже маги ну блять ну какого хуя ёбаный в рот я просто жопой почувствовал что он блять чё-то готовит вот говноед блять ослов ебавший а заебал ты блять придурок как ты заебал ой блять ну за такого моба точно надо нахуй разработчика послать пару раз блять потому что просто пиздец какое говно нелепое то блять пилюли этих тут просто не напасешься главное мне что нравится то что он блять под прикрытием ходит чтобы вообще пиздец полный да саси хуй у меня пилюльки а говню блять какой раз уже он меня без лута главное оставляет вот сучки драные блять блять богом обосранная швабра а все таки все таки бывает блять эпизоды когда это нужно так говорят кстати что уголь восстанавливает здоровье и повышает полоску давайте посмотрим хоть один то я заюзаю за всю игру ебануться вот это восстановилось на пустошение 35 правда мне стало интересно если я еще один ебанул у меня что еще полоска вырастет что-то сомневаюсь блять я уже иду я уже иду сделай так чтобы твоя жопа блять никуда не ушла за это время сука блять его надо просто по кд бить когда он подымает свою блин магическую палочку блять бузинную который он бузит тогда его и валишь а вы уже видите меня да окей всю выносливость блять снимает а а вам самим то огонь как ну а в общем то никак да отъебись от меня паршмандобля жесть мол бы конечно обморожение накидывают только в путь фирменная сбить с ног и в прыжке можно бить лежачего мало кто знает мало кто может управление то что здесь ну такое так это блять секретная тропа я вот тут в прошлый раз был уже без эстусов но сейчас то же самое просто я углем полечился в общем то не великая разница блять блять странно что в дом не зайти о тёлочка даже как блять и разгневать духов то чтобы или сделать чтобы они мне помогали может как то епта что тут без помощников как то совсем тяжковато со стороны открыть да блять еще бы с какой открыть с этой с большинство дверей блять не с той стороны открывается какой должны по моему попал в локацию сразу срезку открыли все блять нахуй эту церемонию что это такое о призвать какого то хрена можно не знаю нпс это или комп или человек вернее куда там эта траурная процесса куда там этот крестный ход пошел блин пойду вот в эту готическую церковь зайду мне кажется что здесь есть хорошие шансы гребсти о ништяк костер догадались поставить не может быть это костер задается кто-то восторженным вопросом действительно блять тут охуеешь просто а это что такое кто-то до последнего что-то зажал свидетельство верности ухо какое-то но это от ковенанта по-любому здесь видимо ковенант где-то совсем рядом так надо я предлагаю слить немножко слить немножко опыта так ну куда тут дальше идти хоть поставили бы у кого какой какой блять как он на крейтона похож почему имя нету по-моему так крейтон одевался вот в эту маску так давайте тогда сначала так прикинем обратно и налево там где крестный ход вниз там что-то неинтересное ну и на второй этаж здание это небольшое я думаю что быстрее всего обследовать можно как раз именно второй этаж если тут конечно пиздюлей не дают почему тут никого нет кто-то ищет 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 смотрите стены прозрачные чувак нету здесь походу ничего это это тупик я думаю что учитывая что пишет впереди лжец я думаю что здесь бы появлялся лоскутик если бы я его не убил второй раз видимо с ним можно здесь встретиться вообще конечно зря я дал ему пиздюлей мне кажется что лоскутик это падла многоразовое использование и что ну не стоило так рубить с плеча я думаю может быть у него здесь интересная сюжетная линия что действительно доспех его заставляет какие-то дети смотрите с мечами кто это такие реально реально подростки цари даже этот маленький подросток но он на кирпиче стоит правда но все равно такое чувство что они ощутимо здоровее чем главный герой походу главный герой это единственный карлик в мире великанов так ну давайте вниз пойдем церковь ершки называется это список рыцарей что что вот это интересно нехуйся распознать рыцаря темной луны что это такое предмет для игры по сети список рыцарей темной луны не служивших со времен правления старых корей используя чтобы узнать имена рыцаря темной луны членов элитного ордена джексон вклад 99900 вот это задрот блять игра нахуй неделю назад даже не меньше недели назад вышла а джексон уже нахуй вертел джексон да ты блять лох походу не знаю кто ты вряд ли майкл а другие джексоны меня не очень волнует так здесь есть здесь есть пойти вниз сука одни развилки просто а это что такое ух ты нихуя себе и да их и не видно вообще причем не видно мне кажется что если подойти и взять вот эту угасшую душа можно получить подсрачник и улететь вниз а это что за дерево казалось интересно как вообще не вижу вот это вижу кто это такой я таких еще не видел видел такими живучими они не были кстати подобные надгробия были в блатборне может помочь сзади о горящий осколок кости нихуя припрятали сюда и чё блядь а как же оценить то я не знаю чё за кнопка квадратики осудить послание отмена одобрить а понятно серект послание говно просто было интересно как это работает так а дальше то что тупик тупик ну этот тупик видимо сделан для того чтобы тут осколок положить хорошо значит остается одна дорога строго вниз а когда близко подходишь они все таки появляются впереди чародей хоть за лупой бей да терзают чью то чью то плод грязные собаки шавки не любят огня смотрите как извиваются под огненным мечом возможно они меч просто не любят причем здесь огонь казалось бы да ржавая золотая монета недавно кто-то в резон резонно в комментах заметил ржавое золото это вообще как чего оно блять ржавеет от грязных рук видимо так темнота лучший друг маньяков и почему то молодежи сука нахуй ты бьешь слева направо если слева стена вот объясними полудурок разрывающий самоцвет да чтоб меня разорвало блять ну невидимы окнахерачили натолкали вот и вся локация конечно я не люблю два типа мобов невидимых и неуязвимых нет три типа мобов еще не люблю тех кто взрывается блять это отстойные мобы и они я считаю игры только портят я что то не помню игру где интересно были бы реализованы невидимые мобы я не помню игру где были бы интересно реализованы мобы которые подбегают и взрываются рядом с тобой блять на всякие ебаническую кучу дамага я помню интересно реализованных бессмертных мобов в дэдспейсе но блять бессмертные мобы просто бесят потому что не можешь их убить хотя до этого прекрасно убивал всех это добавляет сцикливости и дискомфорта эти гребаные бессмертные ну просто скажем так не каждый не каждой игре они идут вот в дэдспейсе скелет бессмертный ой тут бессмертный моб от которого надо было убегать он там вписался а вот скелеты которые встают в дарк соулсе вот это бесячка привидение из старого анорландо про полный пиздец для того кто в первый раз играет в игру вот почему была почему считалось блять это кольцо идеально для кинжальщиков кинжал наносит комбо атаки постоянно длинные серии потому что малый дамаг и быстро бьет и это кольцо его усиливает но для моего мечика он тоже неплохо вот кто первый раз играет в ds1 конечно вот старая норландо это блять просто разрыв очка мне кажется там блять просто ходить даже сложно в воду падаешь постоянно еще и блять эти призраки которые убиваются только под проклятием или проклятым кинжалом это ебануть сложно там вообще-то была лестница наверх да наверное надо бы сначала наверх пойти потому что здесь большая локация открывается а я слышу блять что он цепями звякает надо наушники прибавить ха кто-то классно срезал судя по пятнышку крови там видимо невидимка какая-то теперь эти призраки похожи на привидениями хоть помахал бы рукой блять не знаю что-нибудь ну прикольно же друг друга встретить в этом враждебном мире такое ощущение что это погреб с бухлом церковный кагор кагор наверное настаивается ебти достаем из жопы факел и кто-то тут помер о блять камень утраты утраты ебти камень я надеюсь что невидимка упал вниз что если он здесь будет очень неприкольно ну лут светится лут видно издалека и видно что его здесь вот именно здесь вот нету как раз но его нету и там там вообще он сидит очередное привидение но может быть есть стеклянная стена какая-нибудь нет ну я уверен что где-то здесь она точно есть но искать ее надо видимо долго но просто я не понимаю здесь один единственный лут два моба всего лишь а ходить можно по всей территории явно что-то тут снычковали где-то но фантазия у разраба явно покруче моей у нас того того и не купить под чем они фантазируют вот есть чувак 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 смотри что я умею чувак фак ю блять не тот палец придурок кто же этим пальцем то показывает так и сюда есть выход и здесь у нас что а здесь у нас ничего собственно и нету а а а во как блять а как же за лутом прыгнуть а понятно есть так и как умер этот простолюдин кувырочек подошел бегал бегал рубился рубился с одним единственным привидением и не одолел потому что привидение тут на самом деле не одно вон еще одно внизу она почему то орать попыталась ну батя то справился пилюлька опять разрывающий самоцвет блять разнообразие зашкаливает просто стенков нету хоть писал бы какой-нибудь сапер типа стен нет но здесь нет такой надписи есть только блин наебалка а вот здесь не а вот здесь есть стена в свете фонарей видно что ли сука сука уже в натуре нету ни одной стены здесь я слышу где-то жук переливается ну он переливается видимо где-то внизу а вот смотрите ну я знал что одна стена здесь должна быть жук не пытался убегать потому что и убегать то некуда ну было слышно что он здесь скажем так я слышал его поэтому я бы в любом случае простучал все стены впереди тайная тропа где я думаю что нет тут нихуя скорее всего больно как-то место скажем так не квадратная какой-то формы такой который как бы намекает что нихуя тут нет так здесь предполагается что видение нога чья нога то вот это вот это вот трупа что ли или что это такое ни хуя блядь он главный герой бросок делает с шагом и это отстойно моб чисто блатборновый вот это вот многорукая хуйня она напоминает мне и вилл визин опять кольцо которое блять никогда никому по моему ни разу еще не пригодилась в этой жизни типа даже если я иду к боссу вот это странно что она мертвая даже если я иду к боссу мне ну и у меня с собой много душ почему бы не здесь это кольцо да хотя потому что мне придется снять кольцо которое реально поможет этого босса убить и я типа добровольно отказываюсь от шанса пройти босса с первой попытки сам себя ослабляю короче ну или типа кольцо одел такой побегал ага босс типа хуйня можно убивать его раз кольцо обратно одел там снятое я в такую херню не верю блять напугал прозрачный типок че тут пишет пресса время пришло отскок тогда будет рывок ты че ебанутый как это вообще блять понять нужно какое тут ночное небо такое ощущение что это полярная ночь какая-то такое ощущение что здесь сейчас какой-нибудь дракоша прилетит очень это похоже на арену да и пишет какой-то отскок рывок блять хуй пойми чего еще о лут что-то честно говоря очково блять с 14 тысячами душ тут лазить о может помочь дальний бой кого тут дальнобоить то пятна крови есть присутствует вон вижу паучиха какая-то блять водяная ну судя по пятнам крови она ебашится умеет блять и тут еще вода чувак просто у чувака просто в воде застали охуенный удар ну подошла что-то сблеванула блять ну колбаски я уже видел что-то там в середине торчит такое похоже на потухший костер это убили колбаску убили пауки у меня такое чувство что я чуть чуть в ваншот не попал что-то вот когда она растопыривает мне не очень нравится это движение что это такое торчит смотрите просто хуйня какая-то да что не характерно для этой игры когда из земли просто хуйня торчит очень странное место я думаю что мне вот туда в канализационную дыру видите вот там вот впереди наверное наверное раз уж тут не босс то наверное еще какой-то странный смотрите как много людей в первые дни игры да с кем дрался красный не к красному наверное вторглись и напиздюляли как-то он скочит больно нервно если бы дело было только в ну этих пауков убивать то проще простого я думаю ему фантом фантом накидывал либо это собака сюда приходит если на мосту не убить я не знаю что еще блять зелено цветы какие-то что-то глубже и глубже сейчас наверно гидра как вылезет блять унитазная гидра из канализации так пятно крови и какая-то темная хуйня смотрите вот она в нее не понял че он умер не понял че он умер но что-то здесь есть сука че его убил а то блять что он отравленный был какой-то хуй его знает вон этот призрак ходит нормально да лететь тут блять состаришься раньше чем разобьешься может помочь перекат ну там есть какой-то выступ но он блять никуда не ведет оценки я оцениваю как плохо не верю что есть перекат куда-то там только если тут стеклянная тропа есть прозрачная которая была в первой части там где ногой сит жил ну тогда она должна быть в нее тогда должна стрела воткнуться да на ебщик поганый так окей впереди костер окей а он ну это совсем уже что-то странное ничего не блять я еще тот костер то весь не обошел а здесь что такое такие пространства здесь здоровые слушать так ладно окей ушки пойду ка я в канализейшн схожу да блять опять на уровень набралось да что ж такое прокачка прям так и летит раз уж пришел давайте чтобы в этом храме все не думали что я хожу где-то хуй пиная в местной тошниловке давайте положим на алтарь пепел хранителей бездны как я уже сказал они считаются здесь вот трон с мечами как я сказал они считаются здесь видимо крутым боссом они считаются повелителями что полная жопа вообще капец 4 шлема одного убил 4 шлема забрал ну что ж ёрм гигант остался верховный повелитель и еще один босс владыка глубин осталось то есть главных боссов осталось трое как я понимаю ну побочных боссов может быть еще штук пять не знаю ну что кто-нибудь кто-нибудь хочет сказать что я крутой например ты обосранец ууууу не пылся нет им похуйся вот в какой-нибудь другой игре все неписи собрались бы и две минуты в костра аплодировали моему подвигу но местные бля вообще вот мудаки так дальнее поместье а да я же хотел пойти в клаку под мост могли бы хоть как это хвалить доспех Фраама. Честь бога войны. Броня львиных рыцарей Форосы. Да. Блять, во второй части никаких нахуй львиных рыцарей не было, как и Фороса, а броня существовала. Интересно, как так. Вот была бы в этой игре подача сюжета, как в Ведьмаке. Цены бы и не было. А так опять, блять, хай-то ебанин происходит. Все гадают до этого первой части или после. Но это после. После первой части, где мертвец замкнул круг. Вернее, разорвал этот порочный круг. А разорвал он ее, кстати, во второй части, а не в первой. Поэтому непонятно, блять, или он все круги разорвал. И события первой части пошли дальше из-за этого. Кто бы знал ответ на этот вопрос. Опять эти тараканы. Убивающиеся с трех ударов. Нет, они не ваншотят, они просто бьют. Они просто бьют, и поэтому их можно просто убить. Навозный пирог. Отлично. Да, мой любимый пирог, я хочу сказать. Я вот когда, блять, прихожу к какой-нибудь бабушке, блять, на вокзале, пирожок купить, говорю, с говном есть. Она говорит, конечно, мелок. У меня так-то все они с этим самым. Шучу, шучу. Бабуси делают знатные пирожки. Навозный пирог, это, блять, бигмак на. Потому что в мясо, в мясе в этом примесь говна, по-моему, очевидна. Да, здесь действительно где-то недалеко к ЕФС, походу. Концентрация навозных пирогов усилилась. У меня есть пару приятелей, которые говорят, я не хожу в Макдональдс принципиально, а я, блять, хожу в КЕФС, потому что я знаю, чем меня кормит КЕФС. Я говорю, конечно. Там, в общем-то, кроме курицы нет нихуя. Поэтому все знают, что там кормят. Там даже удивиться нечему. Если в Макдональдсе хоть несколько раз в год вкус сезона какой-то новый завозят, КЕФС стабильно онли курица. Мне кажется, директор КЕФС, полковник, как его там, просто ненавидел куриц. Они, мне кажется, в детстве ему в рот насрали. Может, помочь левой тогда впереди пепел. Блять, у меня же пепел есть. Ну, подсказка, пепел с экскрементами. И нахуй мне нужен. В костер такой не кинешь. А, это бабки отдать. Подожди, а что написано? Блять, смотрите, они нахуй навозных пирогов еще и в пепел насрали, блять. Заебали, а? А, это, наверное, не есть подгоревший пирожок. Блин, вот это забыл. Горящая скола кости у меня два штуки, а ни один не кинул. Ебать, ох. Но я забываю, что подбираю. Так, где пепел? С говном, вот он. Служанка в храме создаст новые предметы. Возможно. Служанка в храме насрет, что ли? Создаст больше навозного пепла? Или что? Говна какого-то будет продавать, наверное. Так, опять халявная аптечка. Не знаю, зачем она здесь стоит. Для тех, у кого жизни совсем мало или кто осколков с эстусом не нашел. Интересно, а почему осколок кости надо именно в храме огня сжигать? Почему не в любом? Хо! Посмотрите, кто здесь. Черный лыцарь. Почему я пришел сюда через канализацию? У меня вопрос. Резонный. И где вообще? Вопрос номер два. Эй, мудила, дай напиво. Блядь, да, рыцари, конечно, здесь вообще уже не те. Хотя вот тот пидор тот еще. Кто он там? Второй рыцарь, кто там? Ух ты, какой, блядь. Третий раз. Я слышал, крестьянский бог любит троицу. Большой осколок титанита небесное благословение. Ну, это не то, что обычно, не то, что ждешь с темного рыцаря, конечно же. Большой осколок. Даже не обломок, блядь, который мне уже нужен. Сложи темный дух. Так, а как на второй этаж подняться? Блядь, тоже город, он реально ернам. Я ничего не понимаю. Где я, что я? Куда идти правильно? Вау, вау, вау. Раковины с морозом. Урна. Да, это еще один темный рыцарь, и копья по-прежнему имеют эффект самонаводки. Как, как наверх подняться? Гражданин, как тебе пиздюлей насылать-то? Загадка. А, вот. Иду, иду, мой сладкий, блядь, не уходи никуда. Блядь, еще один. А, все. Здесь, видимо, черные рыцари уже стали обычными мобами. Хо-хо. Я помню такую же церковь. Цитадарь Алдии, по-моему. Мимика ни одного нету, но я уверен, что на самом деле кто-то из них мимик. Шутки ради так могли сделать. Я думаю, надо сначала лучника оприходовать. Хуй ты его оприходишь. Второй слишком близко стоит. Интересно. Ай, блядь. киндер-сундучки так и манят, а? Давай-ка, 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 давай-ка. Ох ты, блядь, какой джедай. Ничего себе. Ты крутой. Это у вас у всех мечи такие интересные? Или ты один догадался батарейку в ручку вставить, а? Шаристый ты мой. Доспех серебряного рыцаря. Ах, вы серебряные, блядь. Вас хуй друг от друга отличишь, друзья. Интересно, если бы серебряный дрался с темным, что было бы? Ну, серебряного рыцаря броня, естественно, как водится, похуже, блядь. Весит больше, броня меньше, общий. От всяких там ударов почему-то у него защита получше. Ну, давайте чисто внешне. Чисто внешне, сзади какой-то плащ из картофельного мешка. Ну, плечи бронированные, да. Неплохо. Dark Souls научился рисовать броню, захочу заметить. Это радует, потому что на фоне Lords of the Fallen раньше, ранние игры про Dark Souls с доспехами, блядь, не блистали. Совсем. А, вот и схватился. Интересно, а что здесь делают, блядь, серебряные рыцари, если здесь нету Вендрика? А, кого они там? Гвина, блядь, гвина. Кулион-то не замораживается, он же разбивает эти вазы, ебаные. Блядь. Ничего у тебя атаки? Хрен ослиный. Может, тут еще Аллонские рыцари будут, да, без сэра Аллона, чтобы я вообще обалдел. Большой осколок Титанита. Ну, большой осколок Титанита, с них прямо-таки фармится, слышите? Кому нужны осколки Титанита большие? Вдруг кто сюда придет без пушки на плюс 5? Плюс 5, плюс 6, плюс 8, по-моему, да, осколки Титанита дает? Так, ну что, кастинг. Нормально. 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 Выглядит знакомым, правильно пишут, выглядит знакомым, потому что выглядит как цитадель Алдии. Там тоже так три сундучка стояли. Почему я именно из лука проверяю, не мимик ли? Потому что если уебать двуручником, вы сломаете сундук и подберете с пола мусор. Мола Смоуга. Еб твою мать, нихуяся. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Выглядит знакомым, потому что это как в Анор-Ландо, там где Орнштейн и Смоуг, там серебряные рыцари же были. это Делялди, там тоже три сундука и тоже такие рыцари, но они там, по-моему, не серебро. Или хер его знает, я уже ничего не понимаю. Ну, молот Смоуга, это бля, я в первой ДС, когда я её первый раз проходил, я взял этот молот и из души сделал. Сет Смоуга купил у Булюцки уродский, но вес, конечно, вы сами видите, 24, да, то есть это двуручная пушка. Чтобы её носить, надо бегать, мало того, что без щита, так ещё и в одних трусах, скорее всего. Это уже 24 единицы это. Это, блядь, безумная цифра какая-то вообще. Так, ну что, тёмный дух, кто тут тёмный дух? Пятна крови. Как бы намекает, что что-то тут такое есть. Ау. Выглядит знакомо он всё здесь. Может, это они Анорландо починили, в натуре? Просто он теперь ночной и зимний, блядь. Выручай щит. И до расы. Твари конченые, а? Блядь, видимо, эти пятна крови это посредственное нападение двух этих ссаных шавок. Что-то тут не то. Вообще не то. Опять баллоночка долбанная. Задолбал ты, блядь. А это что, лифт, что ли? Опять разрывающий самоцвет. Язык на впереди дыра. Типа засунь язык в жопу ему, что ли? Что они, блядь, что они, что они, что они, блядь, имеют в виду, придурки эти? Не написано. Есть костёр впереди, нет костра впереди. О! Это какая-то срезанька, да? А, ну это, блядь, крестный ход этот. Блядь, ебать, как она подвисает. Ну, костёр тут действительно есть, и он, вроде как, действительно недалеко. Кто-то сейчас, по-моему, в броне смуга как раз вниз сиганул. Так, давайте внизу тогда всё досмотрю уже до конца, а потом посмотрим, что там за крестным ходом. А заодно давайте-ка посмотрим, что тут внизу под лифтом. В этой игре очень любят такие двойные лифты. Короткий путь. Так. Я думаю, что это не короткий путь, а отсюда обратно, а короткий путь оттуда-сюда, после того, как тебе здесь сейчас босс какой-нибудь вломит. Роскошный вид, да? Я угадал. О, вот это особняк там чей-то. Я уверен, что финал игры происходит именно вот там, на утёсике, наверное. Либо я там был уже. Может, это и есть деревня нежить? Ай, блядь, начинается. Чё это такое? Чё это было-то, блядь? Охуеть вообще. Впереди клад, впереди клад, блядь. Долбоёб, куда ты прыгнул, господи. Большой осколок титанита, ну, блядь, клад. Громко сказано. Впереди, блядь, кусок говна, которого уже у меня мешок, мешок у самого, блядь, уже трещит по швам. Куда третий-то делался? Вниз упали, наверное. Ну, их там до хрена, блядь. Я туда даже не пойду, нахуй не нужно. Кто это цокает? Непонятно даже где, то ли снизу, то ли сверху. Какие-то шпоры, блядь. А, копыта цокают. Вот оно что. С косой. Блядь. Мамку твою косил, блядь. Жопа ёбаная. Опять ноги в кучу, блядь. Дымная дверь. Призыв фантомов. Что-то далековато сюда ходить, не кажется вам? А теперь, а теперь в этой части я заметил, что если ты сбил чуваку щит, ты можешь ему пробить бэкстаб. Раньше просто пару ударов мог делать, и всё. Доспех рыцаря понтифика. Ну, давайте сравним. Самое главное, доспех. Это не то. 7,3 вес. Защита просто, блядь, отсутствует. Самая пиздополучательная броня, мне кажется. 7,3 вес. Сейчас и сравним. Вот, у меня есть вес. 7,0. Смотрите, и то физическое общее больше. А это вообще тряпка из мира. Да, рыцарь понтифика. Ну, судя по всему, местный босс это понтифик и есть. Раз тут гвардия понтифика. Блядь, Папа Римский, что ли, здесь? Серьёзно? Сейчас. Как там? Иоанн, блядь, 85-й, наверное, какой-нибудь. Не знаю. Кто там сейчас Папа Римский? Я такой сильнейший боговер, что... Блядь, судя по знаком призыва, там кто-то неебически мощный. Вот, наверное, это и есть понтифик со свечкой стоит. С кому-то свечку держит. Так. Эстусов мало. И срезка, она тут, ну, не совсем то, чтобы прямо вот срезка, она тут скорее. Блядь, пидорасы. Да, понятно, блядь. Опять об стену заделся мечом. Надо всё-таки, чувствую, опробовать кулаки, блядь, кастеты. Может, он хоть ими, блядь, в стену бить не будет. Криворукий хуй. Блядь. Чё, почему все двери в этой игре абсолютно, во всех частях, блядь, открываются с таким мувсетом пафосным, как будто они, блядь, настолько ржавые, что просто пиздец. Я как будто не дверь в каком-то королевстве открыл, а на ржавом Титанике, блядь. Который там гниёт несколько лет уже. И корродирует. Петли там вообще уже отвалились от двери. И держится она на сталактитах, блядь. Ты одна тут, дорогая? Ты вообще мужик или, блядь, кто она? Хуй даже хуй просышь. Да, те люди, кто на макрос поставят себе пинок, будут сильно угорать в этой локации. Громовый самоцвет. В таком торжественном месте положили, как будто это лучшая хрень, на которую можно... А, крестный ход отсюда выходит. Пфи! О! Ничего себе! Впервые такое вижу. Я обязательно должен попробовать. Странно. Белое имя, жёлтое имя. Белое имя, мне кажется, это то, которое лучше не призывать. Ну, давай, только не помри. Нормально. Кольцо первенца солнца. Первенец солнца... Это не Гвиндолин ли часом? Или нет? Гвиндолин не первый, наверное. Так. А, левый глаз и правый глаз, блядь. Тот они похожи. Надо левый глаз убирать в пизду. Блядь, усиливает чудеса. Пиздец, ну на что? На что менять-то, я не понимаю. У меня все кольца какие-то ушлепанские. Усиливает. Просто усиливает. Тут значительно усиливает, блядь. Просто, блядь, нечего носить. Одеть нахуй не... О! Подожди, ты так классно стоишь. Блядь, лишь бы крестный ход не согрелся. Эту пачку хуй разложишь, мне кажется. Еле-еле хватило дамага. По ноже оленей кожи или что-то такое. Все пиздец. Упс, I did it again. Блядь, не, босс тут рядом. Вот она, церковь-то. Всего-то делов. Все, получается, я прошел всю эту локацию, у меня осталось только боссу. Надо напиздюлять. И все. Я везде был. Так, дайте-ка я, блядь, накидаю залы в костер, дала его качану опять. Вот сейчас я задумался, костер от дальнего поместья, он был разве тупиковый или там куда-то была дорога. Я просто обратно пошел посмотреть, что в Клоаке. А так там разветвление, по-моему, там можно дальше идти. Просто я думаю, либо здесь этот босс, который, блядь, хозяин глубин, либо хозяин глубин где-то дальше. Где крестный ход-то? Крестный ход из каких ворот выходит? Из этих или из тех? Слышу-то, как они идут, блядь, медленно. Блядь. Идите нахер, ублюдки. Ну, гандон штопанный, блядь. Ну, кто такую магию, блядь, дает мобу? Ёб твою мать. Пошли нахуй все, ублюдки. Пойду убью вашего директора, блядь. Понтифик. Ну, кто бы мог подумать. Чё, никак не пройти? Сука, ты чё, блядь? Понтифик, мы вам не мешаем? Ха-ха. Вот дрянь ебаная. Блядь, хорошо твоя взяла. Потом туман рассеется, и она нападёт. Какой пол тут напидориной. Понтифик, вы тут чё, полы полируете, что ли? Понтифик, я пришёл исповедаться! Чё ты сразу, блядь, за меч за огненный схватился, блядь? А чё с него таргет-то сваливается? Хуя ты. Мастер винду звонил, просил его меч вернуть фиолетовый. Интересно, на что фиолетовый за... Блядь, он из таргета выпадает. Понтифик. Отче. Отче сам в короне тоже, блядь. Отче очень косые удары, блядь. Хули, дедушка старый, 150 лет уже, наверное. Он властвует в Ватикане. Понтифик, а вы мальчиков? Как? Скажи, весь детский хор ебём всем Ватиканом. Вау. Понтифик, блядь, крылья отрастил, нихуя себе. Понтифик, ты в Люди Икс не собираешься вступать там со своими возможностями? Чё это такое? Охуела твоя голова, Понтифик. Понтифик расклонировался, нихуя себе. Распочковался, блядь. И как давай хуячить магиями. Разными, блядь, иноземными. Ёб твою мать. Не знаю, кто из вас главный. Я собираюсь пиздить всех. Всё, хорош, мужики. Нахуй. О, дальность-то. Понтифик! Ух, ёпта. Убейте друг друга, твари. Всё, кончился, что ли, Понтифик? Или он телепортнулся? Воу-воу-воу. Так. Вы никому делали. Остался неповторимый, блядь, оригинал, нахуй, взбесившийся. Ты ёбнулся, эй. Дай нахуй, пошёл, блядь. Рывки такие. Ебанулся, что ли, совсем в край? Давай-давай, призывай своё говно. Лишь бы полечиться дал. Блядь, просто не хватает, не хватает выносливости, блядь. Заебанец, блядь. Бориску на царство. Нахуй, Понтифика. Блядь, я тебе сейчас святые мощи, нахуй, оторву, заебал. Пиздец. Вот ублюдок. Мой щит от огня, вообще, блядь. Ну, что-то какую-то погоду он делает. Ну, не так, чтобы прямо, ах. Всё, пиздец. Из какого камина тут пускать чёрный дым? Объявляются новые выборы. Кто хочет быть следующим Понтификом? Подайте заявку. До четверга. Да хранит вас Господь, да ебут вас чертика чергой. Хы, мазафака, бич. Босс какой-то был, конечно, резкий. Он, блядь, резко прыгал очень, махал мечом. И эта резкость его сгубила, потому что он очень косой. Он вообще не попадает. Просто стоишь рядом с ним. И стоишь рядом с Понтификом. И как будто ты у Христа за пазухой. Я думаю, удалось. Удалось передать, передать суть Понтифика. Устройство не поддаётся. А ты подналяк. А ты рычаг примени. А что значит, блядь, не поддаётся? Я уверен, что это дверь открывать. Кафе мало ел. Может, это надо было в бою дёргать этот рычаг? И что бы тогда было бы интересно? Непонятно. Вправо, да. Вхуяво, ёпта. Осторожно, отлично. Так, надо бы что-нибудь здесь написать. Может помочь. Может помочь каша. Нет, может помочь сил. Может помочь враг. Толчок, рывок, перекат. Сейчас что-нибудь нахуй придумаю. Буду тоже всех наёбывать. Хвост, палец, рука, спина, живот, сила, шея, голова, руки, крылья. Нет. Поломка снаряжения. Понятие. Шанс, затруднения, смелость, отбросы. А, отбросы. Сила духа. Вопрос, сила есть? Смелость, тьма, жертва, победа, помешатель, страх, отчаяние, надежды, вороломство. Слёзы, печаль, агония, ярость, радость, погибли, смерть, жизнь, неудача, счастье. Сонный бред, секрет, совет, затруднения, шанс нету. Может помочь, подумай хорошенько, люди меня проклянут, если это... Может помочь, не сдавайся, блядь, давай, нахуй. Не знаю, нету тут просто силы, короче. Отстой. Так, впереди. Ну чё, блядь, впереди. Впереди. Давайте посмотрим, что там впереди. Чтоб была интрига на следующей серии, потому что сейчас-то я туда не пойду. Впереди. Ой-ля-ля, что такое? Понаписали, смотрите, и красных, и малиновых, и жёлтых. Это место, видимо, ПВП-арена местная. И избрали это место, как место для разборок. А может быть, там какая-нибудь ебака вылезает. Ну, узнаем в следующей серии. Так что чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите, вся фигня. Да, кстати, даже... А, ладно, хлец. Нет, давайте, блядь. Давайте, сука, отдадим пирог с говном. Подождите-ка, давайте отдадим пирог с говном, а отдадим этот... Пепел с говном. Посмотрим, что она скажет. А, твоя, блядь, забуду, опять буду две недели ей... Две недели его нести. А ты любишь нюхать пепел? На, вот, понюхай с говном. Потрясающе! Прекрасный пепел, говорит, нихуя. Пепел в силу? Да, сила говна, дай мне сил. Блядь, тебе чё, вообще похуй, что ли? Ну и чё за говно у нас тут в продаже появилось? Наручи палача, доспех палача. По-моему, вот это появилось. Шлем палача, 7,2. 16 веса. Епстись, колотись. Средние доспехи-то будут. Физическая, 10. Доспех легиона нежити. Смотрите, кстати. Какой он изи. Лёгкий. 10. 10 физы даёт при весе 7. Вау. Всё, он весит на 7 единиц меньше, чем вот это, а брони даёт всего на 4 меньше. Ничего си! Ну, кувырок у меня ещё есть, и он вроде как неплохой. Так, давай, 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 бля, ты ещё ногу и поцелуй заебал. Ах, ты приседаешь. Я думаю, что 29 силы, нет, 28 силы хватит, чтобы носить всё. Всё, что захочется. Подожди, 120. Физическая мощь. Нет, давай, вот, 120, мне нравится. Я люблю круглые цифры. А по поводу, кстати, того, что 28 сил мне хватит. Ну-ка. Да, я уже могу нож мясника носить. Ну, ножами с никоговённый урон. 50 сил! Вот, 50 сил, тогда сможешь носить всё, что хочешь. 32 силы ещё может быть там. На большой топор хватит. Дубина огромная. Уже могу. С. И здесь С. Здесь кровотечение. 20-17-13 ловкости. Скейла от ловкости здесь нету. Физуха чуть поменьше. Хы. Мазафака бич. Я всегда такие дубины в одной руке носил. Не знаю, почему их надо в две. А, во! 28 сил. Я же помню, что мне на что-то хватит. Вот она. Вот он, имба-меч. Всех частей игры, мне кажется. Смотрите, как он им быстро машет, в отличие от... В отличие от Секиры. Ну всё. Точи меч, короче. Закаливай его, наверное, на... На молнию, например. И всё. Иди проходить игру. Ну и огненный я тоже выбрасывать не буду, потому что мало ли кто без резиста к огню попадётся. Посмотрите, пустота какая в шлеме классная. Ладно, короче, всё. Пишите, жмите что-нибудь в следующей серии, походу. У меня будет новая крутая пушка. Продолжение следует...